всем доброго дня у нас уже день включила камеру зашло солнце стало как-то так темно но сегодня у нас плюс 33 ожидается единственное что днем получается облачная погода сегодня сидели сидели точнее я жарила яичницу старшим и вдруг такой стук в дверь пошла открывать стоит наш рабочий вот они ходят в синих майках рабочие которые обслуживает помещение там что-то занимается починками когда что-то ломается вот и стоит и говорит что-то траля-ля для меня дело в том что так это и звучало траля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля отдельные фразы типа bass room что-то бокс какой-то не знаю какой бокс я говорю такая да да он пришел с ведром в одном в одной руке ведро в другой руке какие-то там коробки непонятные с препаратами или что у него там в общем пошел в нашу ванную комнату которая большая в спальне в нашей с мужем спальне и провел то минутная на 10 10-15 что он там делал слышно было что вода лилась в раковине а потом вышел тоже что-то опять что-то бла-бла-бла не брюк ей пожалуй good day и и все пошел я побежала смотреть на почту думаю что что это вообще такое было потому что обычно они присылают уведомление что так и так у нас будет там либо осмотр помещения либо там всякие вот эти кондиционеры не чистят пошла смотрю вчера действительно пришло письмо думаю ну вот то есть моя вина я не досмотрела человека вы пришел по делу но дело в том что там написано что со следующей недели они будут обслуживать системы кондиционирования то есть следующей неделе они еще раз получается придут и там у них расписано вот у нас опять же три дома и они расписали что они будут ходить там в течение недели обслуживание займет около 20 минут то есть это я так полагаю это было что-то такое внеплановое посещение все бы хорошо если бы как я говорила у них не было своих ключей то есть мне повезло что я дома в таком нормальном состоянии в плане там я одета я не ванной сижу не отдыхаю не сплю была вот на кухне сразу дверь открыла в ином случае это просто стук открывание дверей пошли или то что вот могли допустим дети одни дома остаться я могу их там оставить ненадолго ну валю конечно не оставляю никогда дома но старшие думаю тоже напряглись бы вот так вот увидеть незнакомого мужика с вот этими всеми приспособами единственное что у старшего нормально с языком он бы лучше меня бы перевел понял а так я получается отдельные фразы какие-то поняла в основном что ему нужно ванную а что делать тут тут и не смогла перевести к сожалению да лунтик тогда делала свою надо все поубирать лучше бывает когда вот это делаешь вырезал на комната да но даже не сказала зайчик спит маска для сна вчера дети перекупались наверное бассейне мы до этого просто не ходили в бассейну то 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 мы гуляли то мы ездили в общем дошли до бассейна получается вот только что результате дети там просидели больше часа вода была нормальная по теплоте внутри бассейна было достаточно мало людей то есть там одна семья мексиканцев купалась дети купались там они кушали взрослые так у меня там лунтик идет валя в общем смотрит потом уходит выключать не выключает и так он у меня короче идет фоном надо выключить и сегодня ваша встает что ему плохо тошнит я вот думаю ну валя нормально я к тому что можно вот в таком вот общественном бассейне поймать естественно кишечку но вчера было и не так чтоб жарко и не его постоянно хлорирует постоянно чистит там какой-то пылесосик ползает все время подключено что-то в этом бассейне в прошлом году у нас все было отлично мы ходили ничего такого не было ну не знаю может так совпало так то я читала такие отзывы что они все любят и не все уходят люди иногда обрезгуют вот такими бассейнами смотря какой комплекс в каком комплексе люди живут какой там контингент что там что там делает в этом бассейне то есть как проводят время но видно в принципе как чистят бассейн как ухаживает у нас лишь говорю вода чистая ничего там вроде не плавает такой более-менее ухоженный бассейн но вероятность конечно в таком бассейне подхватить все что угодно очень большая очень высокая вот в нашем наш бассейн ходят три трехэтажных таких больших дома но вчера я же говорю было всего лишь в течение двух часов мы там наблюдали одна семья и и и детей там где-то пять шесть детей человек но то есть там меняется понятно в течение дня но выходные мы туда вообще не суемся я периодически из окна вот наблюдаю выходные дни как туда просто так шеренгами люди идут идут с полотенцами я даже не знаю как они там размещается насколько им там бывает комфортно бассейн небольшой и там принципе взрослому не покупаться если там три-четыре ребенка покупаются со своими надувными этими плавсредствами вот они надувают такие огроменные акулы у них там круг акула круг фламинго в общем там такие большие и уже взрослому там делать нечего то есть так чтобы поплавать туда поплавать туда там натыкаешься на вот этих детей которые прыгают за бортиком песятся там плавает поэтому я его называю больше так а бассейн для детей вот что еще вам рассказать еще у нас вот буду писать кстати кстати вот пришел рабочий но вот я хочу заполнить заявку на сайте буду писать что у нас творится вообще с тараканами это просто какой-то вот мне кажется в прошлом году даже было как-то попроще в этом году вот мы стабильно несколько тараканов за день убиваем я заклеила как я сказала вот здесь вот это все окно полностью и что вчера я сижу здесь в своем кресле я вижу как из-под вот этих жалюзи выбегает таракан то есть явно он ну такой маленький красный маленький но он явно бежал с этого окна выпался вчера мы снова сражались с огромным гигантским тоже тараканом в другой нашей ванной комнате он там полюбил влажные полотенца то есть люди скупались повесили на вешалку полотенца и уже второй раз мы находим но то есть он оттуда может вот так вот просто выпрыгнуть паша заходят из полотенец на него вылетает этот таракан огромный конечно у ребенка шок короче их в этом году просто какое-то невероятное количество в прошлом году они были но в этом году вот ежедневно у нас встреча с этими гадами происходит я так полагаю что они либо от соседей все-таки переползает как-то по каким-то там не знаю отверстием ну и плюс с каких щелей они из окон заходит я не знаю я все же скотчем заложила какими-то бумажками подоткнула и все равно они пробираются это очень неприятная ситуация и гораздо проще и легче хотя я не хочу ни в коем случае пожелать себе возвращения муравьев но проще было с муравьями чего так вот заходишь и внезапно уже рассказывала как они выглядят и те кто тут живет тоже в курсе как выглядят эти замечательные тараканы причем их вот грохнуть не так-то просто они очень быстро не очень юрки а некоторые же говорю летает вот я за ним бегала я его бью а он раз на другую стену перелетает короче вообще какой-то какой-то кошмар так что буду писать им в офис пусть что-то делают их нужно травить у тут у нас под подъездом потому что в девять вечера когда темнеет полдесятого когда там никого нет они просто себя чувствует вольготно они выходят и начинают ползать по ступенькам нашего подъезда под возле первого этажа я только могу подозревать сколько этих тараканов заползает в окна первого этажа если у них вот такая же история с окнами то я так думаю у них этих тараканов в разы и в разы и в разы больше потому что просто вот толпу ходят там я пойду смотреть своих друзей открыли мы вчера пачку кстати бабкиных семечек из русского магазина все какие-то промасленные пахнет частично свежим частично не очень свежим маслом вот они в таком масле жарились дети грызут не знаю уж паша этот но нет паша не от этого плохо потому что в основном грызла валя валя муж грыз я как-то так попробовала и не поняла в чем прикол не сидят грызут с бутерброда на перекус колбасой сыром помидорами настроила на телевизоре евро 2024 раньше прямо очень-очень любила смотреть футбол когда мне было не знаю сколько мне было студентка я еще была и болела за все команды после одного чемпионата так даже вообще отходила долго рыдала плакала далеком-далеком 2018 году нас чистое проводилось несколько матчей чемпионата мира и я помню вот этот ажиотаж у нас там настроили большой экран а мы жили в центре города и мы пешком туда ходили там такой вот уголок болельщика можно так сказать там раскрашивали желающих там флажки рисовали разные конкурсы для детей организовывали очень много волонтеров и там стоял этот экран туда приезжали люди но чуть ли не со всего города смотреть чемпионат этот мира и в том числе приезжали болельщики из разных стран вот и мы там гуляли по городу встречали бразильцев по моему нас бразильцы играли то еще потом такие мужчины с такие шлемы у них с рогами мы даже рискнули сфоткались на там тогда дело в том что все естественно фоткались всем хотелось с иностранцем сфоткаться могут фоткались поля я мама по моему сестрой чем весело было тогда тогда прям активно активно болела что-то чудо у меня перещелкнуло и вот все дела бытовуха вот это скучно все это дело отодвинула я уже очень давно не смотрю сейчас вот включила посмотреть чемпионат и паша каша сидит в своей комнате тоже настроил себе компьютер лежит ему сегодня плохо он вырвал ну чё вкусные не купальник не знаю оценили или нет я говорю бабкины семечки они это так себе по вкусу а вот дети они почему-то едят надо уже в купальнике второй час или третий час помню три часа уже до готовимся в бассейне о бассейне мыслями в бассейне купальники варе сегодня нападет паша отлеживается куда пошите это родиться на лежаке ну и чем там будет себя плохо чувствовать тебе надо чехол надеть погрею рис собрались бы бассейн без на рукавников надевай где ладно возьмем сегодня мячик который прыгает по воде который купили в доллар 3 а в диму купили во из 5 белого за 5 до 6 не работает а ты чё пробовала я просто а если честно он не работает но я не пробовала за 5 долларов пусть работает он такой тяжеленький внутри внутри тяжеленький и снаружи тоже тяжеленький просто есть точно такие же мягкие мячики они легкие не в доллар 3 за 6 штук доллар 25 этот один 25 долларов что должен прыгать за такие цены мы как будто живем в пляжном городке либо либо мы в гостинице как будто бы его так выходим мячик не летает никак мы думали он будет давай по земле там он прыгает понятно там нет нет не прыгать здесь штука сегодня чистит и сегодня нам приехал food truck вот он стоит периодически они анонсируют что food truck приезжают люди идут кушать сегодня могу весь бассейн показать вообще никого кроме меня и валия 0 вообще просто там но завтра будет тут проходить наверно вечеринка за вечеринкой а здесь у нас следы видимо вчерашней уже гулянки если уже вчерашний там носок здесь вот такая фольга пакеты бутылка что-то сегодня печально здесь особенно носок удивил неприятно обычно здесь вот прошлом году такого не помню всегда вроде убирали всего время а вот это что лежит вот это черное это что вот там я тоже вижу что-то черное что ли второй носок тоже носки не я увижу там еще по второй носок жесть а мы не взяли этот открывашку для двери а не бегать в тапочках у нас валится это я тоже уже в прошлом году снимала здесь у нас тренажерный мини-зал муж ходил со старшим сыном я чуть так и не добралась такой небольшой совсем туалет и понятное дело пустите меня ручек пока никого нет можно хоть как-то поснимать здесь вот здесь вот что-то они что они делают тут они здесь валите что они здесь делают они жарят зефир и даже прямо американская штуковина валь смотри вот он расплавился на палочке я думаю что это зефир потому что вот там зефиринка валяется и кончик одной палочки другой выпачкан как-то не комильфо сегодня здесь не очень чисто я бы сказала вот крышка то еще чего-то поэтому если и валют огонь этот что это у нас я все-таки подумаешь это бассейн вон там носок 2 валяется точно да сегодня бассейн не в лучшей кондиции давай все это это у нас такой нырк нырк называется давали пришла на кухню и хотела показать вам мороженое вот это покупали валде и она там вот сколько она стоит по моему по скидке 2 чем-то долларов а сейчас вот это персиковая понятно что состав тут вот такой вот тут просто вагон и маленькая тележка ингредиентов самых разнообразных да но она вот это персиковая мне понравилось очень подлежит там кусочки персиков присутствуют что вот для разнообразия можно брать получается ивалди здесь его значит литр 410 по моему вот из в банках из хориститра которые дороже тоже литр 400 что-то мне подсказывает уже состав не из одного молока плюс какао орехи тоже что-то наверняка добавлено будет следующий раз прямо таки посмотреть прицельно ну в общем понравилось ничего можно заходить на есть столик еда на рыбке мишка самое главное дом и камин давай тебя на свету твоя кружка выглядит я пошла я пошла в свой дом не такой интересного у тебя у меня никому да ой то есть этого камина вид сверху ствол конечно увидела те что на столе камин стоит тем доброе утро у нас сегодня кашки вот такие из коробки не жутко полезные конечно но дети не едят обычная поэтому согласились на такую и тоже хорошо я считаю чувствовать не такой вредный вот смотрите например стробари нижняя овсянка сахара высушенная клубника части клубники натуральный запах вкус соль и сухой сухие сливки все в принципе принципе норм сахара конечно будет побольше ну хотя мне дети тоже перекладывали сахара в кашу это делала кашу варила 100 лет назад мне тоже как с горками сахара сыпали что такое на завтрак мой бананчик уже готов кусков банана вообще не наблюдается спрашиваю тоже сделала это валя попросила пашу с молоком будет вы любит с кипятком но заливать я имею ввиду здесь вот есть кусочки у банана не перелила в банане нет вот единственный вкус который мне не нравится это блюберрис тут вот она мне что я помню прошлым годам когда мы брали ее в поездку очень часто блюберрис мне именно вообще никак оставлю здесь на столе наверное думаю может подростки ею заинтересуются по выходят они еще спят увидят кашу думаю то выглядит хорошо захотят покушать ее может быть очень так прям ничего по вкусу в хорошем смысле банановый такой прям ярко выраженный вкус но навязчивый нежный сильный но не противно сильный такой не химический вот что я хотела сказать лучше завтракаем и включилась я новости язык подтягиваю с утра хотя бы хоть как-то тапочек это лежит в честь сражения с тараканом вчера с тараканом сражалась поэтому тапочек всем привет друзья у нас полдень постоянно начинаю говорить либо мотоцикл либо какой-то трак газует либо газонокосилка резко включается что мне так везет сегодня это я в наушниках потому что уселась с утра под кофе я обычно смотрю друзей вот ваши сегодня получше не знаю что это было такое вчера но встал не сказать что бодренько потому что вчера соответственно лежал лежал весь день в основном он весь день проспал лег спать наверно с температурой под 38 то есть была температура была тошнота один раз он вырвал сегодня просто осталось слабость потому что вчера лежал лежал ничего не кушал практически только пил йогурт еще днем съела все сегодня все все симптомы вот сделай тише и тут орел и решка параллельным фоном идет вообще-то дурная привычка когда начинаешь фоном телек смотреть и потом тебе автоматом становится как бы тихо дома если ничего у тебя там постороннего не шумит не музыка никакая не идет не телевизор то тебе тихо и тишина начинает давить как только выключаешь все это и вот приучаешь себе к тишине то за неделю становится нормально и тебе нормально дома в тишине пребывать потом опять вот включаешь опять нужен такой какой-то посторонний шум ты будешь чай валь а кашку будешь доедать все поели овсянку все поели сегодня овсянку неожиданно вот я не зря выставила вот эту коробку на как приманку они только такую едят с фруктами они вот вот эту обычную не будет есть даже если это варенье добавишь нет вообще дохлый номер с чем ты будешь бутерброд у нас идет идет построение опять палаточного лагеря ты там будешь строить возле стены сегодня до пошла пледы стаскивать о чем я говорила вообще до овсянки до палаточного лагеря до бутерброда дом в котором мы живем где-то жители есть это внутри на пол зала едут занимаюсь уборкой и нашла вот фирма миксер с притащили мы сюда в америку пашу на рубашку пришел на делаю там всего несколько раз на мужу маленькая думали что понадобится здесь рубашки еще взяла в тем себе белую рубашку мы не знали что происходит во первых с формой но с формой знали в принципе что здесь свободная в основном форма хотя отличаются правила от штата к штату от школы к школе но в целом нет такого по моему да ну кто-то писал что была форма ну короче взяли может думали как события какие-то как у нас опять же в школах типа выпускной праздник и говорят там белый верх черный несут взяли теперь он все вырос я хочу положить ее в ящик специальный у нас тут лежит стоит ящик возле дома и туда можно скидывать вот эту одежду я вот это положу покопать может еще что-то на еду я пришла на кухню буду блины готовить а вот еще тоже никому не нужна это тема тема отдал горит все липнет к ней он настолько видно все липнет ужас и собак нету волосы какие-то нашла рецепт в этот раз хочу попробовать блины на кипятке я уже делала блины на кипятке но это было очень очень давно или даже не на кипятке а вот какой-то такой рецепт что нужно заваривать тесто на плите что там варится варится я помню я была как не в каком-то там жутком восторге в дашь они мне рвались эти блинчики вот по тем ингредиентам по тому составу очень тонкие были настолько тонкие же просто прозрачные не могла их достать адекватно со сковороды и вот мне посоветовали что есть блины на кипятке я кипятком заливала блинчики на сыворотке блинчики на кефире а вот на молоке я ни разу не делают хочу хочу попробовать что ни кефира не сыворотки только большой бидон костовского молока в общем спросила детей хотите блины сказали хотим блины конечно хотят 1 банка сгущенки есть так что сейчас полтора часика пожарить в этой духовке возле плиты как всегда сделаем огромную стопочку и будем кушать уже у нас 82 градуса это фаренгейту это многое это жарко сегодня на улице 33 34 а на деле все посмотрела 36 говорю начинаю говорить вот это и что какой-то драндулет обязательно стартанет у нас прямо под окнами рецепт простой значит четыре яйца а далее все по два молока два кипятка два муки и две столовые ложки растительного масла сахар вообще по желанию в общем кто-то пишет что надо добавить кто-то нет я наверно чуть-чуть добавлю замешивается и печется ладно пока чайник нагрелся уже все 82 перешло 83 в общем надо вот так я ставлю сейчас а это жара вот кул кул а то первое идет жара потом охлаждение до 73 вчера самая машин нужно охладить и сколько хочешь вот лишь понижать повышать вчера забыла выключить ушла в бассейн прихожу 79 прямо вообще так неожиданно аж прохладненько отвыкли мы так и живем давали с палаткой посередине гостиной я сорвала эту скатерть опять стирать будем все загрязнило еще столу так не оставишь такой купили это после могом переезжать и мы вообще не потащим потому что он совсем не камиль фошный вообще только со скатертью можно его использовать без катерти никак вот и тут уже все подготовила разошлось и поставила кипятить 1 будем делать не штук и посудой стирка и сушка и глазки у конец спасибо у нас тут шопинг внезапный наметился приехал папа наш и хотим съездить замороженным вал дим еще морковки нету сейчас валья я ключи забыла сейчас ключи возьму приехал в обед внезапно домой потому что не было что работа говорит не особо хорошо с заказами вот так вот тут книжку выбросил богу а это типа господня страна моя что ли и я как-то так в бассейне даже отсюда видно толпа народа мало того видны слышны их даже слышно отсюда на улице сегодня просто невообразимо ужасно невообразимо ужасно как будто в баню вышли мы давай душно прибыли вал де самый 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 что самым полгом практически мне помнится дня очень жарко тут парковка очень написано парковка на солнце и деревьев нету видим будет машина кипятущая и не броди его прайс и чё это значит валю вот здесь ход хорошо да 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 что берем давай клубничку хочешь она смотри доллар 79 это клубничка хорошая пахнет хорошо я вижу там зеленая а вот тут смотрите может оттуда возьмем с холодильника она такая же цена мы сумочками тёма набирает есть виноград хорошая возьми мне первая покупка идет да ой какие тут полы то ли я не видела то ли они и разнесли да вот еще взяла доллар 39 взять вам кабачки вальты будешь жареные кабачки давай это тебе короче делим когда я за кабачками помидоры есть возьму еще бананов сегодня не прям зеленучие такие глупую возьму а валя куда-то папа потащила я пришла за цукини где-то они в этот раз огромные доллар 35 взяла и ну плюс чипсы что ли засунули кабачки взяли валю с собой на шопинг тимошек помнишь какой хотел соус сюда мустарты хани до хани мустарт нету нет тут вообще нету такого хани мустарт мустарты так как это такое называет горчица она желтая она такая да и даже когда вообще красиво это что-то а вот она типа вот такой смотри вот такой надо блестящая но это oil vinegar dressing красивая да какие красивые соусы хочешь сока нет короче нету да ладно оливки тут тоже а новые с халапеньо и с чесночком нет 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 вот это коломата я смотрю и что-то не знаю вкусно они или нет узнают идет привыкла зеленые а вот это вот они какие-то красненькие черные а вот это какого-то непонятного цвета надо конечно рискнуть и попробовать не хочется чтоб баночка валялась надо отдалить это ничего не видно наверно вот здесь еще есть какие-то соусы это я все видела здесь нет никак а вот мустарта это другой ему надо хани ему очень нравится в столовой их школьной хани медовая прям как сладенькая на не острая здесь нету а это что такое вот тика масала карри соус баттер чикен карри карри соус что-то такое не видела оранж стир фрай соус такое никто особо не есть чувствуете без меня там шоколада набрали так они ж не кушают вот тема любит только молочный паша любит только молочный вот как раз появился раньше его не было они все любят молочные потому что они а это новый да смотри да нет виталь тут нет пен от баттера козел нац проект это другой орех а вот какие тут кстати конфеты продаются тут я не знаю немецкие да вот джом они коровка как у нас в нашем имена audi в нашем audi мало конфет такие сисалт карамель вот это вкусная будет соли не все коробку 68 из кафе дарк а дарк да она все дарк но то другой фирмы зеленый или синий может здесь это другая вообще фирма что это вообще за фирма добавил а что это вообще а кто производит эксклюзивно для audi вот видел нет она слева фирма это вообще непонятно что это это audi для audi обычно они такие вот более дешевые сколько стоит валибери ручки два раза дешевле 375 я думаю что это прямо не вкусно будет да я уже взяла они не тела сюда дело еще она черта для пиццы и вот мы любите еще звуки томата новенького такое даже не видел на шоколадными чипсами рикотта чиз прикольно и курины еще взяла это я хочу сделать макароны с этим соусом вот этим местным а эти дружки уже замороженным виталия высочи то искала я думала вы взяли вообще не взяли ваш муж за фаршем пришли а вы чем взяли а вы уже взяли там мороженое смотрю мама увидела чипси да непонятно что у меня вообще этот вид мороженого какой-то он такой скучный а состав почитаю мне кажется но необычная валька она достань мне вот эту вишневая в уголку сам последняя 4 рук давай клади туда главное все разобрали я хочу и персик и солю потому что лишь она по скидке и все вручая вон валеных вон твои 40 уж печеньками нахватали ты тут еще есть это крокс или типа типа 4 доллара это сито а а чё там ты нашла то мороженое лауэр сет поинтересный сет что это полный напоминает ничего то а это у нас тоже как шоколад но у нас только две были видом а у нас среди вафелек между вафелек было морожено а чё ты хочешь тут мы уже почти сумки все перезаполнили конусная у нас влезет столько мороженое в морозилку я боюсь что у нас просто морозилка не поместится давайте в следующий раз и там всего шесть штук а это такое шоколадное чоколад ванила куки 10 долларов это раскрашивать до window арт да рядом карл камешка а рядом эти бетражи а у нас бега раз ставать чувствую себя челноком с такой сумя рай это мы в хориститере мы хотим теперь здесь ну в общем трикцветное мороженое любит у нас некоторые из детей не делятся тут одно любит это другой любит а мы прям туда взад пойдем заказы собирает и там как раз сметана рядышком я бегу бегу тела посречет ерунда это магниты или подбор очков то ли что там вообще происходит зачем нам мучало ряда трехцветное как мороженое как у нас леруа мерлен 300 долларов такое деревянное мороженое в машине тает поэтому мы набегом таким вот сметанка моя может большую а большая прям не такой хватит и побежим блин я вспомнила у нас йогурт качестве закончился и здесь активе и вот этот йогурт взяла активе у нас паша очень любит перед сном йогуртем а тоже нет вот персик клубника здесь 12 штучек здесь дороже чем волмарте волмарте мы такой за 6 чем-то купили здесь он 7 с половиной ну примерно на доллар наверно дороже вот он лежит и кефир хотим и кефир вот этот buttermilk из него могу и печь и пить а это что за сыр такой пармезан обычный пляжная коллекция давай да вон он видит крепятся это бегония офигеть по моему это бегония да я просто видела ее более меньших масштабах тут она просто огромная такое красивое дает лес забили мороженым особенно мое любимое это вишневая харис титр 50 получает 51 доллар а это алде 51 долларах ареститр 30 разберем это покупаю для мороженого банан вкусно с мороженым но ведь конечно едят мы поужинали сейчас будем резать вот этот костовский я бы сказал это торпеда целая костовский арбуз до этого ехать ели тоже заговаривать харис титровский вот купили даже не знаю на сколько килограмм я его еле подняла чтобы чуть-чуть сполоснуть валя живет там весь день надеюсь сладкий ареститровский был нормальный но мне показалось что ему надо было бы еще чуть-чуть сосредь дозреть ну такой толстокурый арбуз но по сладостям нормальный ничего так я свои любимые спортивные футболки значит я иду просто просто иду просто быстро иду заниматься ходьбой и как не дойду не доеду чтобы купить какой-нибудь еще именно спортивную обычных у меня то хватает вполне но вот это вот я уже говорила на как-то но нам приятно к телу когда именно быстро 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 спешишь скачешь у нас вообще 8 практически но на улице сегодня такая отвратительная погода настолько жарко настолько душно что у меня надежда на то что я сейчас выйду и наконец-таки вздохну полной грудью погуляю с удовольствием в этом комплексе тоже бассейн там у них музыка у них гораздо больше бассейн потому что очень много домов ходит купаться в этот бассейн и он у них стоит как-то более удобно обособлено что ли вот он там вон он видно а у нас он примыкает к дому я снимала он получается все 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 эти дома ходят в один бассейн у них очень много дымов я уже сказала облегчение вообще никакого нет духа там далеко не убегу наверно в такой духа тем спортом заниматься одно мучение иду еле душу и вспоминаю как интересно вообще люди во флориде спортом занимается вот летом за что у них все гораздо хуже судя по отзывам даже тяжело дышатся очень не просто какая-то машинка такая прикольная этические смотрите на заднем плане так люди развлекаются здесь это кажется у тех у кого допустим такой чересчур избыточный лишний вес либо у людей у кого проблемы с сердцем вот сейчас даже вот я чуть-чуть прошла тяжело тяжело ходить не знаю как тут люди с перечисленными болезнями спасаются летом они давно на улицу выходят так точечно перебежками когда спадает вот такая вот влажность духотища уже даже мой муж не рад насколько он говорил вот это что тепло это не холодно это наоборот хорошо и даже он уже хотел бы попасть в места более прохладные смотрите кого я нашла но скорее всего вот это водная уже не знаю какая называет ну что-то водная какая-то змея же так удачно зашла она куда-то засунулась там закопала голову поглубже вообще ни разу не видела здесь не змей ну так они выползают и у кого дома допустим над водой не наверно выходят как-то что люди жалуются что встречают их чем там делает вообще непонятно конечно жизнь на пруду вечером разнообразнее где-то старикозы птицы весело черепаха вот так и стоит вылезла уже вон ее голова не дергается пойду домой я расстроилась расстроилась что думала 8 часов получу какое-нибудь какой-нибудь заряд бодрости перед сном пробегусь нет пришла домой чтобы было понятно я наверно прошлась раза в два меньше чем я обычно хожу то есть я спустилась на вот этот пруд поднялась обратно все это же вокруг там пруда не походила никуда вообще не дошла особо у меня вообще какой-то у меня состояние 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 точнее не стояние это просто же съели доползла мне нечем дышать у меня все пересохло в чем я себя очень плохо чувствую после этой прогулки надеюсь погода наладится все таки наладится наверное в сентябре у нас как будто я зашла в сауну и начала там заниматься ходьбой собственно все жду осени ну люди здесь как-то бегают как-то ходят как-то передвигаются они наверное уже закаленные выращенные вот в этих вот условиях как-то живут но лично мне тяжело у всех же состояние наверное здоровье вот у меня мне не хватает дыхания мне не хватает несмотря на то что большие расстояния достаточно могу пройти и особо никак там не уставала но вот ужас ладно на этой замечательной ноте говорю вам всем пока пошла я отдыхать до встречи в следующих влогах пока